Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о 12 главе послания апостола Павла к римлянам. Предыдущие несколько глав были посвящены апостолам обсуждению Сначала соотношение того, кто такие христиане из язычников, какое отношение к ним имеет закон, и как они облеклись во Христа, крестившись. Затем рассуждением об иудеях, которые были неверны Богу, не послушали Мессию, не обратились ко Христу. И таким образом, в конце концов, и иудеи, и язычники получают спасение не по своим непреодолимым заслугам, а по милосердию Божьему. И те, и другие. Для апостола эта мысль чрезвычайно важна. И дальше, вот здесь, в 12 главе, апостолы переходят к разговору о том, что, собственно, из этого следует, как мы призваны ответить на эту милость Божью, на ту милость, которой Бог даровал нам спасение, даровал нам возможность войти в общение с ним, разделить с ним его жизнь. И вот апостол говорит, умоляю вас, братья, ради милости Божьей, милосердием Божьим, или в ответ на милости Божьей, умоляю вас, братья, представьте тела ваши в жертву живую, святую, богоугодную. Он предлагает, как уже говорил, на самом деле, на эту тему, в несколько глав, несколькими главами выше, он предлагает передать, отдать свои тела для служения Богу. Кому ты принадлежишь, чью волю ты исполняешь, да тот того и раб, говорил он выше. И, во-первых, конечно, обращает на себя внимание то, что здесь несколько неожиданно, но все же апостол прибегает к самому понятию жертвы, и вот к этому феномену жертвы как таковой, не то, чтобы это было нормативным для христианской мысли, как в первом, так и в последующие столетия, потому что, на самом деле, конечно же, единственной жертвой за всех и для всех и ради каждого является Господь Иисус Христос. Но Павел говорит о некотором ответе, ответном движении. Вот что ты делаешь в ответ, столкнувшись с этой милостью Божьей. И вот Бог жертвует своего сына ради тебя. Чем ты жертвуешь? Что ты делаешь? И чтобы это все-таки воспринималось читателям более осмысленно, Павел добавляет про жертву живую, святую и благоугодную Богу. В первую очередь, живую – это то, что не жизнь, которая погублена для чего-то, а это жертва, которая Богу принадлежит, поэтому называется святой, которая живет. И вот он предлагает предоставить тела наши вот в такую живущую жертву, то есть то, что принадлежит Богу, чем владеет Бог, для того, чтобы осмысленно служить Ему, для разумного служения вашего. И понимаете, ну, как бы, в принципе, ведь все понятно. Апостол говорит, что да, вот Бог вас помиловал, и вы откликаетесь, отвечаете на это и ваша вера в том, что вы самих себя Ему представляете, чтобы Ему служить. Но, пожалуй, все же стоит на секунду затормозить и посмотреть на само это выражение – осмысленное или разумное служение. В славянском переводе, в славянских переводах таких выражений, их много в Писании и еще больше в сочинениях мужей апостольских и ранних отцов. Так вот, в славянском переводе это переводит как словесное служение. Не в смысле, что ты языком болтаешь, а это перевод греческого «logikos» от слова «logos», которое как раз как слово и переводится. Поэтому славянский делает своего рода «кальку». А речь идет об разумном, если хотите, логичном, осмысленном служении Богу. Чрезвычайно важное видение апостола. Он говорит о том, что мы призваны Богу служить, понимая, что происходит. Ну или, говоря на современном языке, христианин не имеет права отключать голову. Служение Богу должно быть жертвенным, должно быть осмысленным, разумным. Ну, во-первых, для этого нужно, так сказать, тренировать ум, разум, мышление. Во-вторых, это означает, что поиск смысла всегда обязателен для христианина. Скажем, когда мы совершаем определенные действия определенным образом, язычник удовольствуется объяснением, что так было столетия до нас, не нами положено, и пусть оно так и лежит. Но язычник, а христианин должен задуматься о смысле, обязан задуматься о смысле. Почему я делаю так? Что я этим хочу достичь? Чего достичь? Вот, понимаете, на самом деле, это выражение, брошенное Павлом почти вскользь, о разумном, осмысленном служении, оно вообще-то чрезвычайно важно. И дальше апостол говорит, не сообразуйтесь с веком Сим, или не приспосабливайтесь к обстоятельствам этого века, к текущим обстоятельствам, но в синодальном переводе преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Бога. Апостол говорит, значит, не становитесь бездумной игрушкой обстоятельства окружающей действительности, не приспосабливайтесь к текущим обстоятельствам, но преобразуйтесь или меняйтесь внутри обновлением ума. На самом деле, конечно, апостол здесь нагромоздил некоторое количество синонимов, которые, по-видимому, в греческом языке тогда воспринималось, по крайней мере, некоторыми культурными людьми, воспринималось как высокий стиль, а перевести на современные языки – это не так-то и просто. Но смысл все-таки можно понять. Апостол говорит, обновляйтесь умом, возрастайте в разумности, обновленным разумом постигайте. Вот один из вариантов переводов. Что именно? Постигайте, в чем заключается воля Божья, благая и совершенная. То есть он предлагает христианам, прежде чем что-то делать, задуматься, а где здесь воля Божья для меня? В чем она заключается? Спрашивать об этом, искать эту волю Божью, обдумывать, не подчиняясь текущим обстоятельствам, не сообразуясь с веком сим. Ну, то есть, когда все хором с красными флагами и надписью «Мир и мир» бегут куда-нибудь, то совершать подвиги, подражать каким-нибудь совершенно экстравагантным подвижникам, то, наоборот, переставать совершать подвиги, подражать каким-нибудь совсем другим образцам и примерам, когда весь мир то туда, то сюда носит их и, в общем, в каком-то смысле бытовое христианство тоже. Христианин, по мысли апостола Павла, должен остановиться и задуматься, а где здесь воля Божья? В чем она заключается? Чего от меня сейчас хочет Бог? Понимаете, мотивом для поступков христианина должно быть, по этим словам Павла, не то, что все так делают, и не то, что все так рекомендуют, получают, или что так принято во всем мире. Где здесь воля Божья для меня? Ну и, в общем, тоже невозможно не признаться себе, что не очень-то удачно у нас получается этой рекомендации следовать, тем не менее, да, предложение, идея апостола Павла, задумывайтесь, обновленным разумом постигайте, в чем воля Божья, что будет благом и совершенством. И дальше еще апостол Павел снова обращается к римским христианам, скорее из язычников, может быть, в меньшей степени христианам и заудеев, говоря, не думайте о себе более, нежели должно думать, думайте скромно по мере веры. Ну да, хорошо, замечательно. Не думайте о себе больше, чем следует. И дальше в этой главе еще и в последующих главах Павел очень подробно говорит о том, что посмотрите в качестве примера на Христа, который заботится не о себе. И судя по тому, что дальше Павел будет писать, он имеет в виду, не думайте о себе больше, нежели должно, не только не пытайтесь, так сказать, пыжиться и изображать из себя больше, чем вы есть на самом деле разговор, не только о смирении. Нет, это само собой разумеется. Но разговор еще и о том, чем ты занят. Чем ты занят. Потому что духовное самоусовершенство, не чрезвычайно увлекательный процесс, но совершенно не то, что здесь мог бы одобрить апостол Павел. А дальше он говорит еще одну удивительную совершенно вещь. Павел говорит о том, как все-таки мы реально связаны, соотносимся друг с другом. Потому что, конечно же, мы все, каждый сам по себе стоим перед Богом, но мы еще и вместе, мы еще и друг с другом связаны. И вот апостол говорит, предлагает здесь своему читателю одну из самых известных своих идей представление о том, что церковь – тело Христова. Община христиан – это тело Христова. Как в одном теле много членов, и у них у всех разное дело, так мы составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члена. И имеем по данным нам благодати разные дарования. Это очень известная картина. Повторяю, одна из самых известных идей апостола Павла, и, конечно же, чрезвычайно важная. Для современного мира, конечно, крайне неприятно было бы услышать вот это вот про различные дарования, потому что у нас сейчас все же борются, ну, мы все боремся за единообразие, чтобы женщины были такие же, как мужчины, а мужчины такие же, как женщины, чтобы там, ну, еще какие-нибудь можно привести примеры. И мы страсть как боимся различий, особенностей, боимся, что правда о том, что различия существуют, непременно кого-нибудь обидят. там, точно так же, как верующие, неверующие, с таким цветом кожи, с сяким цветом кожи. Вся вторая половина 20-го и вот уже 20 лет, 21-го века все проходят вот под лозунгом «Всех перемешать, все одинаково, и ночью все кошки серы». Ну, ночью, может, они и серы, но Павел предлагает нам жить днем, а не ночью, и ценить различия. И вот он говорит, разные дарования даны, разные, и в другом месте мы найдем его рассуждение на ту же тему, где он будет говорить абсурдно было бы, если нога скажет руке, там, ты мне не надобна и так далее. Вот для Павла важно увидеть, что из разных частей это тело составлено, и по благодати имеем различные дарования. Ну, в его контексте это, по-видимому, важно, когда он говорит о дарованиях, пророчества, служения, учения, увещания и так далее. И здесь вот в этой части 12 главы он перечисляет некоторые примеры того, как это бывает, какого рода дарования различны. И говорит о том, что, ну, не надо думать о себе больше, чем должно, и надо ценить эти различия. Оказывается, они важны, потому что, понимаете, если пользоваться моделью апостола Павла, то тело, составленное из 16 ног, ни одной руки, ни одной головы, оно не будет телом. Это будет какой-то фестиваль сюрреализма. Вот для него это было уже тогда очень важно. И сегодня, повторяю, при всем том, что окружающий нас мир, наоборот, все время помышляет о нивелировании различия, сокрытии различий, послание Павла скорее призывает христиан эти различия ценить и ими дорожить. Теперь дальше Павел, конечно, переходит к разговору о том, а что же тогда должно быть общее, если он говорит, что надо ценить различия и ими дорожить, что вот по благодати имеем различные дарования, а что одинаковое? А любовь. Любовь да будет непритворна, говорит апостол. Вот что объединяет. Отвращайтесь зла, прилипляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью. Понимаете, вот эти взаимоотношения. Он еще дальше будет говорить радуйтесь радующимися, плачьтесь плачущими, будьте единомысленны и так далее. Целый ряд важных вещей. И вот с 9-го, во второй половине 12-й главы, с 9-го стиха и дальше, Павел говорит о том, что все на самом деле объединяется и мерится степенью любви, градусом любви, а не тем, какие дарования даны по благодати каждому. И еще вот потрясающие совершенно его слова в 10-м стихе «Любите друг друга как братья, ставя на первое место один другого». Ну или вот в синодальном переводе «Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Апостол призывает своих читателей к бережному отношению к другим, к бережному, в почтительности друг другу предупреждайте, «Опережайте друг друга в почтительности». Причем это относится ко всем. Не забудем, что, в общем, все же большую часть христиан в то время составляли люди из низших слоев общества, из простых рабы, ремесленники, ну, может быть, какие-нибудь торговцы, для которых, в каком-то смысле, грубость была вещью довольно обычной. И вот Павел специально на этом останавливается, говорит, «Опережайте друг друга в почтительности к брату, в почтительности к нему». Ну, понятно, что в конструкциях светских всегда есть место опережающей почтительности тех, кто занимает низшее положение по отношению к тем, кто занимает высшее положение. Целовать руку там вышестоящему начальнику, брать у него благословение, называть его там сатрапом, деспотом, владыкой, чем угодно, или еще как-нибудь. Это вот именно такое отношение снизу вверх, феодальное. Ну, да. Но оно, оказывается, вовсе не приветствуется Павлом. Павел скорее говорит о том, что вы все друг друга стараетесь опередить в почтительности. И вот такая почтительность и братолюбие с нежностью по отношению к тому, кого ты считаешь низшим по отношению к себе, никто им является. Это вообще не надо измерять. Кого ты считаешь, это чрезвычайно важное, на самом деле, христианское призвание. И вот Павел говорит дальше «Опережайте друг друга в почтительности, не ослабевайте в усердии, духом пламенейте, Господу служите». Он предлагает таким образом воспринимать на самом деле ведь очень повседневные вещи, братолюбие, почтительность, бережность по отношению друг к другу. Он предлагает воспринимать как пламенное служение Богу. Ни что-нибудь другое. Не так, чтобы ты живешь-живешь, вроде ничего не делаешь, потом вдруг раз, и миллион алых роз принес Богу. Нет, это совершенно никому не нужно. Он предлагает пламенеющим служениям увидеть вот именно такое, когда ты твердо стоишь в этой почтительности друг к другу, в этом бережном отношении, в этой любви к ближнему. Это действительно очень и очень важно. И, наконец, в последней части главы апостол также говорит, «Смотрите, внутри общины нуждайтесь, простите, делитесь с верующими, благословляйте преследователей, благословляйте, а не проклинайте». Благословляйте, а не проклинайте. Ну вот, очень не хочется, прям совсем не хочется. Хочется объяснить, какие плохие все те, кто преследует христиан, все те, кто что-нибудь делают неправильное против нас, обличают, например, или еще что-нибудь шокирующее, все то, что мы теперь в прямую противоположность Слову Божьему называем оскорблением чувств верующих. Вот благословляйте, а не проклинайте, говорит апостол. Уж в его-то времена это оскорбление, это гонение, это проклятие на христиан принимало самые жестокие кровавые формы, потому что над христианами не только смеялись, но и казнили их за их веру. И все-таки, Павел говорит, благословляйте, а не проклинайте, не оставайтесь никому ничем должными. Понимаете? Радуйтесь с радующимися, плача с плачущими. И дальше вот он говорит еще и еще раз, не воздавайте злом за зло, если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. То есть он запрещает, запрещает вторгаться в эти склоки и свары, и дальше совершенно поразительная тоже вещь – не мстите за себя. Не мстите за себя. Конечно, скорее все же, либо в языческом, либо в светском, но никак не в христианском социальном контексте этот призыв уместен. Но и на самом деле, и в, так сказать, квази-христианском социуме тоже. Не мстите за себя. Вот поразительно оказывается. Так вообще возможно? Ну, другой разговор, что христиане, конечно, все время оправдывают себя, так что мы там мстим не за себя, а за Бога. Ну, Павел и приводит здесь, слава Бога, мне принадлежит отмщение и воздаяние, говорит Господь. Не мстите, но дайте место гневу Божьему. Ты прости. И прощая, и там накорми своего врага, напои его, тем самым предоставь его гневу Божьему. Бог отмститель. И заключает апостол Павел эту часть своего рассуждения. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Ну, что тут скажешь про эти слова? Выучить наизусть и исполнить. Выучить наизусть и пытаться исполнить. Это непросто. Это действительно такая трудная задача. Начинается этот путь побеждения зла добром. На самом деле с почтительностью друг к другу, с бережного отношения друг к другу и с того, чтобы ценить различия, отличия других людей от тебя. О чем, собственно, и говорит Павел всю эту 12 главу. Субтитры создавал DimaTorzok